Друзья мои, всем привет! Очень рада видеть вас сегодня на своём канале. С вами Ольга Придухина. Сегодняшнее видео я хочу посвятить теме вообще самоудовлетворения, да, мастурбация, зачем же нужна женщине. Этот вопрос возник не просто так, да, не просто так. Мне многие женщины задают вопросы, что вот вы говорите, мастурбация, мастурбация, ну ладно, мужчинам. Мужчинам всегда хочется секса, вот утром, днём и вечером. Мне вообще ничего не хочется, вот зачем мне нужна мастурбация, да, были такие вопросы. Другая женщина писала, ну вот скажите, зачем, вроде бы, вот у меня есть постоянный половой партнёр, да, зачем мне вообще нужна мастурбация. Давайте сегодня именно с точки зрения анатомо-физиологической разберёмся вообще, нужна ли женщине мастурбация и главное, зачем ответим на этот вопрос. Друзья мои, если вы ещё не подписаны на мой канал, подписывайтесь, я вас всех приглашаю, делитесь вашим мнением, специально для вас комментарии открыты. Задавайте вопросы и в следующих видео мы, я вам обязательно на эти вопросы отвечу. Поэтому давайте сегодня всё-таки разберём основные моменты. Смотрите, то есть вообще, зачем в целом, в целом женщине нужна мастурбация. Всё очень просто. Изначально, я так думаю, что и мастурбация появилась именно из-за того, чтобы женщина могла сама себя познать. Потому что многие говорят, вот там, я не хочу секса, я не чувствую вообще ничего, я не чувствую оргазм. То есть мастурба как? Чтобы женщина понимала вообще, что она хочет от мужчины, от жизни, да, интимной с мужчиной. Женщина должна познавать себя. И вот эта причина, кстати, как бы вам сейчас ни казалось, это очень смешно, нелепо. Но тем не менее, я как гинеколог могу сказать, что женщина часто вообще не понимает, что происходит в её организме. И частота разводов настолько больша именно потому, что женщина не знает вообще, что она хочет. Соответственно, она не понимает, что она хочет, она не получает удовлетворения, она считает, что ей вообще это всё не нужно. Из-за этого начинаются конфликты с мужчиной. Мужчина тоже не получает удовлетворения, потому что и женщина, да, недовольна, ей вообще ничего не нравится, ничего не хочется. И вот это как всё снежный ком накапливается, и в результате мы доходим до развода, да. Соответственно, если женщина начинает себя познавать, она понимает, что в этой точке она может получить удовольствие, да. В этой точке ей неприятно, да, получать там удовольствие, там, её это бесит, да, или раздражает. Когда, допустим, вот, да, там кто-то говорит, вот, женщины возбуждаются там, когда ухо там целуешь, да. Да, допустим, ну, все женщины, безусловно, разные, допустим, меня когда уши трогают, это вообще что-то. Мне кажется, у меня уши прямо такая супер зона, которую вообще нельзя трогать, да. В прямом смысле никому, как меня, знаете, как в детстве вот это вот, там, раз, два, три, давай за уши тянуй. То есть, я всегда говорила, только не уши не трогайте, а я прямо, у меня прям бесит, даже когда рядом кто-то с ушами находится, да. То есть, опять же, да, как мы это понимаем? Потому что мы ухо трогали, да, трогали. Вот я вот сама трогала, мне, кстати, не бесит. А вот когда кто-то, да, пытается даже там что-то, там, сережку в магазине поправить, и то это уже раздражает. Поэтому, как я это поняла, да, потому что я ухо свое потрогала, да, я поняла, что там кто-то его дрогал, мне это все дело не нравится, да. Там кто-то с шеей, да, кто-то нравится, кому в шее целуют, кого-то это прямо раздражает, да, потому что все мы разные совершенно. У всех разные нервные центры, да, скопление нервных окончаний, разная кожа, разная чувствительность. И поэтому, я имею в виду толщина, да, кожи, поэтому здесь надо быть очень аккуратной, что кто-то от этого прямо фанатеет, кто-то нет. Я это говорю про то, чтобы женщина могла понять, да, что она хочет, как ей нравится вообще, и зачем вообще вот этот вопрос, зачем женщине это нужно. Следующий момент, это для женщин, которые, допустим, не могут получить удовлетворение с мужчиной, да, по какой-то причине, либо мужчина там что-то делает неправильно, и женщина просто не получает, да, удовлетворение. Соответственно, или она осталась там, допустим, на какой-то период жизни без партнера. И для нее это способ, соответственно, поддерживать свою самоуверенность, да, поддерживать себя, свое психологическое состояние, гормональный фон. И, опять же, в частности, познавать себя, потому что многие мои пациентки говорят, мы вот познали себя и вообще познали секс только после того, когда там развелись и побыли там несколько, допустим, год одна, да. И, соответственно, я поизучала себя, свой организм, я сходила на массаж, я еще там куда-то сходила, и я поняла, что вот, да, это возможно, это реально, это очень классно. То есть, опять же, как вариант, пожалуйста, я вот вам рассказала, такой очень, да, вот это, на мой взгляд, основные зачем ответы на этот вопрос, да, зачем, вот именно за этим. Потому что если женщина четко знает, что ей нравится, как ей нравится, да, соответственно, как сделать так, чтобы ей понравилось, то для женщины это действительно огромное, то есть и для мужчины это все очень просто, да, соответственно, и женщина от этого получает огромное удовольствие, да. А когда мы говорим, да, вот там развод, еще что-то, женщина сама не понимает вообще, что ей хочется, да, и, соответственно, она сама этого ничего не знает, и как ей хочется, и зачем ей хочется, и так далее. Поэтому на это стоит, конечно, обращать внимание. Поэтому женщинам, конечно же, и многие сексологи, и психологи рекомендуют данный метод, тем более он безопасный, да, от него, там, инфекции не наберешься, не забеременеешь, если есть такие страхи. Поэтому изучать себя, безусловно, нужно. Друзья мои, мне очень интересно знать ваше мнение вообще, как вы думаете, как вы вообще к этому относитесь, обязательно мне напишите в комментариях, и мы, конечно, вернемся к этой теме, ее еще обсудим. Если вам понравилось видео, обязательно ставьте лайки, и задавайте ваши вопросы, какие темы вам интересно было бы разобрать, и, соответственно, мы о этих темах поговорим. Так вот, друзья мои, действительно, часто причина разводов, почему я и поднимаю эту тему, говорит о том, что, говорю, почему, вот почему вы развелись, да, он там, мне не нравится, я не хочу с ним, да, не хочу с ним вступать в интимные отношения, мне не нравится, что он делает. Я всегда спрашиваю, а что он должен делать, чтобы тебе нравилось, он говорит, так я не знаю, что. Вот основная причина, почему так много разводов. Поэтому обязательно пишите ваше мнение, и мы с вами обязательно встретимся и его обсудим. Всем пока-пока, и до новых встреч, всем любви. Субтитры сделал DimaTorzok